Елизавета Липовецкая учится на четвертом курсе Самарского госуниверситета. Планирует работать в пищевой промышленности, но где именно, пока не определилась. Говорит, одно дело лекции и совсем другое – реальное производство. На практике узнала о таких нюансах, о которых раньше и не задумывалась. Мне вот очень все понравилось, особенно было интересно, как строятся взаимосвязи тут, как организовывается труд. И мне, как студенту, очень было интересно, и в целом захотелось даже попробовать себя в качестве работника. Самара стала пилотным регионом, где запустили проект профстажировки 2.0. Уже заключены договоры более чем с 50 предприятиями области. Это крупнейшие производственные холдинги, промышленные и сельскохозяйственные компании, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Сегодня в данный проект вошло 73 региона Российской Федерации, Самарская область. Первый заключило соглашение. Это произошло уже 13 июня 2019 года. И Дмитрий Ильич Азаров добился того, что наш регион стал пилотным в данном проекте. Мы позволим нашему студенческому сообществу не просто делать курсовые работы теоретические, а писать их на таком уровне, который позволит им не просто дальше найти место своей работы последующей, но и самое главное – даст возможность реализовать те или иные, в том числе изобретательские, свои предложения. Несколько самарских студентов уже прошли стажировку на фабрике мороженого. Завод не только открыт для сотрудничества, но и активно развивается. Запущена новая линия продукта. Кроме того, самарских любителей холодного лакомства скоро ждет сюрприз-новинка. Подробности производители пока держат в секрете, зато охотно делятся рецептом выбора качественного мороженого. Потребитель должен обратить на состав продукта, посмотреть, что мороженое состоит из молока, из натуральных компонентов, из сгущённого молока, из сахара. Также обратить внимание на массовую долю жира продукта, молочной части продукта и уже выбрать, что ему нужно и что ему необходимо – более жирное мороженое или менее жирное. После прохождения практики на самарской фабрике мороженого у студентов возникли идеи производства продукции с новыми вкусами, а представители ОНФ предложили выпустить специальную серию лакомства к какому-нибудь значимому юбилею. На фабрике обещали подумать. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.